Сегодня парламент Молдовы повторно голосами 53 депутатов принял проект кодекса телевидения и радио, который президент Молдовы Игорь Дедон вернул на доработку. Новый кодекс снова будет передан на промульгацию президенту Республики Молдова. Проект нового кодекса был принят парламентским большинством еще в июле. Этот документ был крайне негативно воспринят в профессиональной среде, среди журналистов, представителей СМИ и экспертов. Что не так в новом законе? Почему он вызвал нарекания и возражения? Об этом мы поговорим сегодня. Поговорим подробно и принципиально. Ведь наша передача называется «Дело. Принцип». Меня зовут Илья Киселев. Здравствуйте! Сегодня в студии гости политолог Корнелий Учуря и юрист Дмитрий Безобразов. Добрый вечер! Выразить свою позицию можете и вы, набрав один из предлагаемых номеров телефона, который вы видите на экране. Господин Чурин, давайте начнем с вас. Парламентское большинство проявило удивительную поспешность, проголосовав уже на первом заседании проекта кодекса. На первом заседании после того, как президент вернул на доработку этот проект в парламент. Почему такая спешка? Что случилось? Раз ваша передача называется «Дело. Принцип», то, конечно, можно говорить и о принципиальной позиции власти, которая не хочет уступать в предвыборный период инициативу президенту. Здесь уже происходит борьба не только мнений касательно самого кодекса аудиовизуала, но и, конечно же, и политическая борьба, политические нюансы не могут быть сброшены со счетов. Поэтому, конечно же, власть хотела показать тем самым господину президенту, что его право в вето не имеет никакого значения, что оно, скорее всего, будет отвергнуто. И что у власти достаточно голосов для того, чтобы эти изменения, этот новый кодекс был все-таки проголосован нужным количеством голосов. — Скажите, а нет ли в этой поспешности стремления принять уже этим составом парламента данный кодекс? Ведь еще пару заседаний буквально, и все, парламент не сможет этого сделать. — В этом и есть главное намерение. Теперь уже мяч на стороне президента, он, в принципе, должен принять, он должен подписать этот закон. Если он не подпишет, то тогда произойдет еще одна дуэль между президентом и парламентом, и, скорее всего, опять президент будет на минут на 10-15 сложить свои полномочия. — Вы имеете в виду дуэль, в которой секундантом выступает Конституционный суд? — Ну, я имею в виду дуэль, которую мы, по-моему, уже 4 или 5 раз видели, и в которой неизменно президент проигрывает, потому что у него недостаточно полномочий. — Ну, мне кажется, что тут, я не юрист, конечно, мне кажется, было бы корректнее говорить не о том, что президенты лишают полномочий, а о том, что какое-то полномочие президента передают другому лицу. — Ну, или так, ну, я выразился довольно-таки грубо, я выразился по сути, а не по форме. — Господин Безобразов, у меня к вам тоже есть отдельный вопрос. За время независимости Республики Молдова было принято уже несколько кодексов, которые регламентируют электронные СМИ, телевидение и радио. — Если бы точным был закон 1995 года, потом ныне действующий кодекс 2006 года и вот этот третий будет. — Да. Почему возникла необходимость принимать новый кодекс? Какие-то изменения в обществе произошли, появились какие-то новые технологии, что случилось? Почему? — Смотрите, данный кодекс основан на директиве Европарламента, так называемая директива 2010-13-UE. По крайней мере, так утверждается в самом законопроекте, по крайней мере, на этом настаивают сами авторы. Мое мнение таково, что директива, как вы видите сами, 8 лет давности ей, и все, что оттуда можно было взять, было взято еще в 2010 году. Директива посвящена либо таким вопросам, которые говорят, кто бы спорил, запрет, допустим, на дискриминацию, право на реплику, рекламу табака и так далее. Либо таким вопросам, которые с большим трудом у нас заходят в нашу республику. Например, цифровое телевидение и нелинейное телевидение. То есть, наверное, для зрителей нужно пояснить и то, и другое. Для профессионалов как бы известно и первое, и второе, и то, что одно у нас провалилось в Молдове, и то, что второе тоже профессионалы знают. Почему провалилось цифровое телевидение? Потому что оно оказалось элементарно дорогим. И мультиплекс А, который был выстроен, не заполнен, и мультиплекс Б, который Радиаком тоже успел построить, госпредприятие на бюджетные деньги, не заполнится никогда. Но, если на то пошло, в директиве 2010 было предусмотрено, что приветствуется переход и вменяется в обязанность стран Европы переход к цифровому телевидению. Мы перешли на цифровое телевидение. Мы не перешли на цифровое телевидение. Потому что после того, как стало ясно, что мультиплекс не заполняется, мы как суверенное государство позволили себе отойти от нашего международного обязательства и продлить до 2020 года переход на цифровое телевидение. Вторая проблема, которая возникла у нас тоже на основании этой директивы, это нелинейное телевидение. Нелинейное телевидение отличается от линейного тем, что обычное линейное телевидение видят все и одно и то же. Нелинейное телевидение видит определенный потребитель и только тот сегмент передач, который он хочет видеть. Более того, в перспективе, с точки зрения развития новых технологий, подразумевается, что в нелинейном телевидении будут передачи специально под этого потребителя. То есть, если линейное телевидение какой-то общий контент, то в нелинейном какой-то обособленный контент. И в директиве, я уже немного отошел от нашей темы, но чтобы вы понимали европейскую тенденцию, в директиве прослеживается такое разделение, что мы будем жестко регламентировать линейное телевидение и менее жестко нелинейное. С той целью, чтобы телевидение дважды подумало, в какую корзину, в какой контент оно относит спорную передачу. У нас нелинейное телевидение в новом законопроекте появилось, но на практике оно нигде не внедрено. И для этого нет в данный момент каких-то возможностей. Поэтому я не знаю, в чем причина спешки данного кодекса. А теперь мы подходим к третьей части этого кодекса. То есть я для себя условно делю этот кодекс на три части. Первое — это старое доброе, то, что уже было, и то, что просто перепели в новом кодексе. Второе — то, чего не было, и то, чего у нас пока не будет. Это целое телевидение и нелинейное телевидение. А третье — это ограничения. И когда говорят, что эксперты работали-работали, тяжело выработали этот проект, и он такой замечательный, я всегда это ставлю под сомнение, потому что ничего нового, кроме ограничений, не появилось. А вот все вот эти вещи, они могли переписать, что в 2010 году. Ограничения ужесточились? Ограничения появились новые и ужесточились старые. То есть я так понимаю, что вот этот кодекс принят, помимо того, что хочу остановиться на том моменте, вы сказали, освоены были большие средства, вложенные в Радиоком. И все это было сделано исключительно потому, что была директива Европейского Союза. Была директива, была конвенция международная, переходе к цифровому телевидению подписано Молдовой. Не знаю, на что рассчитывали власти, и не знаю, во что это должно было вылиться по их мысли, но мы имеем то, что мы сейчас имеем. Пока что это вылилось? Мы имеем полупустой мультиплекс А. В трату финансовых ресурсов. Да, мы имеем пустой, и который будет пустой, мультиплекс Б. А вторая проблема, это то, что не то, что нечего передавать, нечем принимать. Не у всего населения есть цифровые телевизоры для того, чтобы воспринимать мультиплексовые сигналы. Хорошо. Я вот хочу остановиться подробнее на том, что все это делается. В порядке европейской директивы. Я выписал тут информацию, кто разрабатывал данный кодекс. Значит, рабочая группа по совершенствованию законодательства в области СМИ была создана в 2017 году. И участвовали в ней, а называлась она «Продвижение свобод и плюрализма СМИ в Республике Молдова». Техническую поддержку группе оказывают Freedom House, Internews, шведское агентство по международному сотрудничеству и посольство США в Молдове. Вот, господин Чурик, как можно объяснить, что рабочая группа с таким названием, красивым, разрабатывает закон, который ограничивает фактически свободу определенных СМИ в Молдове, и при этом создает такие условия, которые не может выполнить большинство каналов. В общем-то, даже М1, Молдова-1, государственный канал, не в состоянии удовлетворить все эти условия. Ну, для начала нужно определить, какие права были ограничены, потому что я с этим определением абсолютно не согласен. Мне кажется, да, ограничения были введены, но их истинная цель, или, скажем, одна, Одни из целей это не в том, чтобы ограничить свободу слова, а в том, чтобы стимулировать местные вещатели, местные телекомпании к тому, чтобы они производили местный контент собственными усилиями, причем вот определение, что такое местный контент или собственный контент в этом законе очень такое точное, и оно прошло через определенные этапы конкретизации. Сейчас уже понятно, какое производство, какие передачи могут рассматриваться, будучи произведенными телевидением из Молдовы, а какие передачи являются передачами, произведенными совместными усилиями, там важно и кто в какой пропорции или извне. Поэтому, мне кажется, цель одна из целей состояла в том, чтобы определить эти моменты и стимулировать наши телекомпании к тому, чтобы они работали на собственного зрителя, на нашего молдавского зрителя и делали передачи в Молдове. Давайте я сразу скажу про местный контент. Да, во-первых, я скажу о репутации всех законопроектов. Мы говорили о том, что был один закон и один кодекс, это третий кодекс. Было много законопроектов. Периодически, мне приходится по работе читать все, периодически то либеральная партия вносила, то лучинский вносил, то один партия вносила тот или иной законопроект. Каждый законопроект подавался вот с такой помпой, что он на основании европейских норм, и вот это лучшее законопроект, его нужно принять. То есть мы имеем, не знаю, какое-то одинаковое звуковое сопровождение к каждому законопроекту, но те законопроекты частично забрали сами авторы в определенный момент, а частично так и не были проголосованы. Данный законопроект почему-то вдруг сочли самым европейским. Теперь про местный контент. Это действительно была тема номер один всегда, и вещатели всегда на эту тему безжалостно давили. Сколько лет я помню заседание в КСТР, всегда наиболее жестоко, вот буквально разговаривали с теми, у кого было мало своего продукта. В 2017 году происходит вот этот прорыв, 8 часов алтахтона местных передач, которые должны быть у каждого телеканала. Но что происходит в этом законопроекте? В этом законопроекте происходит наоборот. Они сбрасывают количество часов, по крайней мере для телевидения, для радио, насколько я понял, они увеличили. Они сбрасывают количество часов, по крайней мере для частных телеканалов. И теперь в новом кодексе 4 часа собственных передач для региональных частных ТВ и 8 часов для национальных частных ТВ. А что же они увеличили? Они увеличили вещание на госязыке. Вот что произошло. На самом деле этот законопроект не стимулирует свои передачи. Он, наоборот, немножечко отпустил вожжи в этом смысле. А вот вещание на госязыке получило перекос очень большой. 80% на госязыке, вот что вносит данный кодекс. А теперь я хочу вам сказать о том, что все телеканалы с грехом пополам перестроились на 8-часовое вещание собственного продукта. Это национальные, потому что, например, к гагаузским каналам нет таких условий, что 80%. Там, наоборот, по-моему, 25% или... У Гагаузии есть, во-первых, свои проблемы, свои отношения с СТР. Они достаточно свободные и такие недоступные никому больше в силу того, что это автономия. Во-вторых, Гагаузия считается чуть ли не единственной местностью, где компактно проживают нацменьшинства. И в этом смысле им очень крупно повезло. А в-третьих, проблема же была в чем? Проблема в том, что если раньше можно было делать местный контент приблизительно на двух языках, ограничения были только по информационным передачам, если вы помните. Вот информационные передачи должны были преимущественно быть на госязыке. А местные передачи, молодцы, что делать и местные, можете делать и на русском. Сейчас такого нет. Сейчас по новому законопроекту такого не будет. Сейчас 80% на госязыке нельзя не сказать, что это не ущемляет нацменьшинство. Нельзя сказать. И я считаю, что нацменьшинство... У меня, скажем так, выписано целая категория, несколько категорий, которые попадают под удары и которым новый кодекс ущемляет права. Первое нацменьшинство. Ну, не знаю, все-таки местные телевидения не обязательно 80%. Там идет деление по категориям. Есть национальные, частные, региональные, национальные, региональные и местные. И к местным нет таких жестких условий. Тем не менее, в ходе обсуждения проекта было высказано очень много критических замечаний со стороны экспертов, со стороны журналистов, даже со стороны сотрудников КСТР. И тем не менее, вот эти замечания были практически не учтены, и кодекс был принят. Почему, как вы считаете, это было сделано вопреки высказанному мнению? Как мне кажется, главная все-таки критика, она была связана не с местным контентом. Она была связана, скорее, с геополитическим уклоном этого закона. Потому что в этом законе прописаны определенные инструменты по противодействию пропаганде. И так вытекает из закона, что эти ограничения касаются в основном контента российского, который исходит из российских каналов. Поэтому так оно и есть, в принципе. Хотя это не указано напрямую в законе, но к странам применяется, которые не подписали конвенцию о трансграничном телевидении. Но это условие было специально выдвинуто, многие считают, чтобы отсечь российские программы. Да, потому что, как считается, это уже связано с вопросом безопасности страны. Сейчас на уровне власти существует, и прочно укоренилось это мнение, что влияние российских каналов, оно чрезмерно. И нужно это влияние какими-то способами ограничивать. И вот нашли, я считаю, цивилизованный способ. Европейский? Что? Европейский способ? Ну, относительно. Он применяется в Европе, он применяется в разных странах. Он связан с этой конвенцией о трансграничном телевидении. Давайте я вам расскажу. Я хотел бы, секундочку, я прошу прощения, я хотел бы привести цитату депутата от фракции Либеральной партии Романа Бацана. Я лично и многие другие граждане хотели бы, чтобы борьба с пропагандой была более активной. Это как раз в контексте вашей... К внешней пропаганде. Да, при этом господин Бацан заявил, а украинская модель была бы принята как базовая. Ну, это более жесткая. То есть, речь идет о том, что наш парламент разработал проект, который никак не может считаться европейским. Мы взяли пример со страны, которая, ну, трудно считать... Давайте я выскажу свое мнение. Во-первых, мы сейчас дойдем до порядка формирования пакета кабельных операторов, и вы увидите, что это не сильно отключается от украинской модели. Это раз. Во-вторых, проблема в обеспечении информационной безопасности тем, что введена цензура. Впервые введена цензура. То есть, что такое цензура? Цензура — это когда мы априори закрываем человеку рот. Или СМИ. Да? Вот мы не верим, что ты не нарушишь закон. Поэтому до свидания. Мы тебя выключаем из эфира. Сразу. Каждая передача индивидуальна, каждый журналист индивидуален. И каждый канал индивидуален. И каждая СМИ индивидуальна. Мы полностью отказываем в этой индивидуальности, да, презумпция виновности. Всем российским СМИ. Это не по-европейски. Это ненормально. И это настолько вопиюще, что... А что помешает завтра закрыть какой-нибудь канал на этом основании местный? Вот мы тоже считаем, что все, что от него исходит, все его журналисты, все его передачи, они пропагандируют. А прецедент есть. Пожалуйста. Существует. В этом проблема. В этом проблема. Но в принципе существует определенный консенсус в нашем регионе, что по отношению к определенным каналам, российским каналам, все-таки нужно противодействовать. Потому что та информация, которую они выдают, не соответствует нашим национальным интересам. И исходя из этого, вырабатывают, и нельзя вырабатывать, как? Это тренд вообще, начиная, можно назвать многие страны, которые принимают такие решения. Кстати, у нас в Молдове эти решения мягче. Например, у нас не выгоняют российские каналы полностью из эфира. Да, ограничивают по передачам, то есть информационно-аналитические. Но каналы, в принципе, могут транслировать, вещать в тех рамках, которые указаны. В других странах российские каналы просто запрещены. И поэтому мы говорим о том, что это... Я знаю только одну такую страну, Украину, а может быть, вы знаете еще? Ну, посмотрите, я не знаю, спутник и Russia Today не знаю, если существует во Франции. Это битва за канал. Это не запрет на все виды передач. Это битва за конкретный канал, санкции на конкретный канал. Да. И вопрос решает об рамках одного конкретного канала. То есть вы считаете, что правильнее было бы, если бы мы запрещали определенные каналы, но, в принципе, законодательство разрешало бы другим каналам попадать к нам без ограничений. У нас это так запрещают определенные каналы России 24. А как было до этого? Брали кабельного оператора, который ретранслирует какой-то канал, рассматривали определенную передачу, налагали санкцию на данного кабельного оператора, и у людей самих пропадала охота ретранслировать тот или иной российский канал. Вот это была мягкая форма, и она действовала. И ни одного человека на этом оштрафовали. Ну, я понимаю, вы хоть защищаете российские каналы, и передачу на... Я, например, защищаю нашего зрителя и нашего кабельного оператора. Вот я бы так сказал. Потому что тот спектр аудиозуала, который имеем сейчас, он неизбежно сдуется и лопнет вследствие принятия этого кодекса. Вы сейчас то, что видите картину, она поменяется кардинально. Мое мнение, в пакетах кабельных операторов будет 20-30 каналов. Они будут выхолощены, они будут на госязыке, они будут, скорее всего, румынские. И это совсем не то, к чему привык зритель. В любом случае, когда настолько резко сужается информационное поле, мысли о монополии, мысли о цензуре, они неизбежны и они оправданы. Ну, я повторюсь, это решение принимается, исходя из того видения национальных интересов, которые существуют у нас, исходя из той геополитической ситуации, которая сложилась вокруг, исходя из того, что на нашей территории находятся войска, как мы считаем, пока что все-таки не дружественной нам в стороне России. И те события, которые происходят вокруг нас в таких условиях, мы вынуждены принимать определенные решения по ограничению влияния этих каналов. Потому что не мы придумали этот термин «гибридная война». И вот эти возможности другой стороны влиять на нас и навязывать свое мнение с точки зрения власти, да и с моей точки зрения, неприемлемо. Начав со свободы слова, мы неминуемо перейдем к ущемлению других основных фундаментальных прав. Проблема в том, что национальными интересами можно обосновать слишком много. Нет абсолютных прав. И в 20 веке, вы знаете, что национальными интересами обосновали некоторые режимы так, что несколько мировых войн... Я знаю все права, которые Запад создал, и свобода совести, и свобода слова, и многие другие, свобода организации встреч. Все эти права абсолютно неотносительны. И они должны быть соотносены с другими интересами, в данном случае с национальными интересами. Господин Чурик, как вы думаете, какой процент населения Молдовы разделяет мнение о том, что Россия недружественная нам страна, и она нам угрожает? Ну, в принципе, я так сформулировал. Я бы так сказал, страна, чьи войска находятся на нашей территории. Да, можно сказать, что это не дружественный жест. И я думаю, что где-то половина населения нашей страны разделяет это мнение. Даже больше. Половина, да. Ну, вопрос по... Политики принимают решения, исходя из национальных интересов. А национальные интересы не всегда выражают мнение даже большинства населения. У нас сегодня немножко другая тема, поэтому мы не будем обсуждать вопрос войск на нашей территории. Давайте вернемся к кодексу телевидения и радио. Что лично меня очень насторожило в этом кодексе, это то, что процедура закрытия канала практически упрощена до нельзя. Вас это не пугает в ракурсе свободы слова? Я не особенно могу проанализировать, так как я не юрист, этот момент. Я исхожу из прецедентов и тех случаев, которые были в нашей практике с закрытием канала. После 2009 года, или, по-моему, 2009, когда был закрыт НИД... 12-го. 12-го, да. После 2012 года вот особых таких случаев в нашей практике... Сессов не было, да? ...практики не было. То есть процедура может быть облегчена, усложнена, но в случае, если институты государства играют по правилам и понимают, что закрытие — это крайняя мера, к которой нужно прибегать только в исключительных случаях, в случаях злостного нарушения вот тех правил игры, которые установлены... Кто устанавливает эти правила? Ну, правила установлены в данном законе, в законах. Парламент устанавливает, парламентское большинство и власть. В конце концов. Господин Безобразов, поподробнее про 11-й статью, пожалуйста. В двух словах объясню, как на самом деле власть ищет новые формы к закрытию каналов. При Воронине это было не продление лицензий. Этот путь оказался непопулярным, вызвал возмущение, и случай канала ПРО-ТВ обсуждался на самом высшем европейском уровне. При Альянсе, когда закрывали НИД, это был прямой отзыв лицензии. После этого перешли к исключению из пакетов кабельных операторов. Если вы помните, начало 2014 года, когда исключили одновременно журнал ТВ, Акчен ТВ, три оппозиционных телеканала, обосновывая это экономическими причинами, хотя каналы были бесплатные к трансляции. И решением самих кабельных операторов. КСТР подчеркивал, что он здесь не при чем. Кабельные операторы решили, что вот эти три канала, они не интересны к ретрансляции. На сегодняшний день, как в пословице, вода пункт найдет. Но они существуют. Я только уточню. Да, из кабельного телевидения они их убирали, но они оставались и они вещали. Они существовали. Где? А где? Эфирные частоты у кого? У кого из оппозиционных телеканалов есть эфирные частоты? Ни у кого. Их не было и в 2013-2014 годах. То, что весь эфир у определенного холдинга мы все знаем. Весь эфир. Полностью. У журнал ТВ эфира нет. У Акчен ТВ эфира нет. И мы вещаем только через кабель. Теперь выключить у нас кабель нас не будет. Вот так было и в 2013 году. А на сегодняшний день, что привнес новый законопроект, который мы сейчас обсуждаем? На сегодняшний день, когда законопроект появился, изначально он дал право кабельному оператору включать в свой пакет 50% местных вещателей. Уже тогда это вызвало недоумение и возмущение, потому что норма была 100% местных вещателей. Если они бесплатные и технически возможен прием. Это были два единственных условия. Бесплатные у нас практически все. Технический прием возможен благодаря технологиям практически у всех. И слава богу, потребитель был уверен, что все молдавские каналы он увидит у любого кабельного оператора. Неважно, мол, телеком или иной это будет оператор. Когда сделали законопроект, то постановили, что не надо 100, 50%. А когда делали летние поправки, народ возмущался, почему 50%. Снизили до 35%. В результате мы имеем право каждого оператора транслировать только треть местных каналов. Давление на кабельных операторов всегда было огромным. И когда отключали НИД. И в других случаях, как по команде, все операторы действовали как один. И за кулисами признавались, что нам сказали из КСАТР. Теперь ситуация будет еще хуже, потому что все оппозиционные каналы можно убрать нескандально, легально. И оправдывая это своим правом, которое дарует новый кодекс. Это очень большая проблема. Это вторая категория, которая страдает от принятия нового кодекса. Это оппозиция, которая, если имеет доступ к каким-то каналам, теперь не может быть уверена в том, что их увидят. Что их не исключат из кабеля. А ежегодно договора продлеваются и могут быть не продлены. Оправдывая это различными причинами. Я знаю, допустим, эпопею телеканала БТВ и Молтелекома. Молтелеком не включает БТВ. Причем не включает по такому огромному количеству причин. Сейчас достаточно одной по новому законопроекту. А мы вправе только треть транслировать. Мы третий транслируем. Нарушения нет, нарушения нет. Это очень большая проблема. Но это такая мягкая форма не включения в пакет. Наконец-то они ее нашли. Наконец-то они ее нашли. И это выгодно власти. Только власти. Только тем, кто сейчас находится у власти. Но кодекс предусматривает и другую форму. Статья 11, по-моему. Какая? Право для КСТР налагать запрет на любые виды передач. Вот мы дошли до того, насколько полномочным у нас стал КСТР. Этому совету вообще, мое мнение, полномочий давать нужно как можно меньше. Ограничить его законом как можно больше. Потому что КСТР принял достаточно много спорных нормативных актов от своего имени. Всячески подчеркивая, что он является гарантом публичных интересов в сфере аудиовизуала. Когда эти акты расходятся с законом, мы слышим то же самое. Мы гарант публичных интересов, у нас есть право издавать акты. Теперь, по статье 11, когда были перечислены передачи, которые будут сразу априори запрещены. Ну такая своего рода цензура. Там было несколько пунктов. Первый это детская порнография. Второй это нацистские коммунистические режимы, апологетические передачи. Третий это другие аудиовизуальные программы, которые будут запрещены регламентом, который примет Координационный совет по аудиовизуалу. Он всегда был субъективен. Мне даже страшно задуматься, что он сейчас понапринимает. Но это настолько обширное поле деятельности, что даже когда обсуждали летние поправки к закону, звучали голоса в самой комиссии, что создается поле для злоупотреблений совета. И это говорили не оппозиционные депутаты и члены комиссии, это даже провластные депутаты так говорили. Но в конечном счете, видимо, решили, что совет будет сформирован как надо, примет решение, какие надо, и ему можно оставить эти неограничные полномочия. Это очень большая проблема, потому что КСАТР был субъективен всегда. И переходил на личности, и принимал решения под каким-то влиянием эмоций. Там было все, что хочешь. Что вы можете возразить? Особенно возражать не буду. Конечно же, регулирующая инстанция, она принимает решения, исходя из закона, но всегда существует определенная симпатия, антипатия, скажем так, субъективизм в этих решениях. Тем не менее, я бы хотел все-таки настоять на точке зрения, что особых санкций в последнее время применительно к телевидениям не применяются. И оппозиционное телевидение, вот вы сейчас можете видеть, и правый, и левый, они существуют наравне с телевидением власти. Более того, непонятно, кто более влиятельен, в принципе, на нашем поле. Все говорят о том, что вот существует какая-то монополия власти, что КСАТР, оно играет на стороне власти, что какой-то очень сильный перекос. На самом деле, у зрителей есть возможность наблюдать за передачами как тех, так и других. И, в принципе, я бы даже так сказал, что они могут сформировать сегодня в наших условиях довольно-таки сбалансированную точку зрения на то, что происходят на политические события в нашей жизни. Ну, в принципе, где-то... Я могу сразу выразить, что нет, не могут. Не могут. Почему? Я вам объясню, почему. Сельское население покрывается эфирными волнами. Эфирные волны, все три государственные сети радиокоммуникаций находятся либо у холдинга, либо у Молдова-1. А что, журнал ТВ-8, про ТВ не имеют эфирных волн? И даже те, что были, отобрали. Какая была комбинация? Сейчас я вам расскажу в двух словах. Когда истекали эфирные лицензии, сказали, что их не будут продлевать. КСАТР сказали. Почему? Потому что мы переходим на цифровую телевидение. Забудьте про эфир. Все, кто подал заявление на продлевание лицензии, получили отказ. После чего телеканаламу Прайм неожиданно продлевают эфирную лицензию. Потому что как раз вышел закон, так совпало, что мы все-таки не переходим на цифровую телевидение. И аналог остается до 2020 года. После этого все побежали в КСТР. Как же так? Прайму продлились. Ситуация поменялась. Нельзя менять законы на середине. Давайте продлим наши лицензии тоже. К примеру, у ТВ-8 была одна несчастная частота в Бельцах, у других каналов что-то было, у БТВ была в Бельцах частота. Им всем отвечают, нет, ваш поезд ушел, ваши лицензии уже не продлились, вы потеряли свои эфирные, добро пожаловать в Кабель. В Кабеле у нас для вас сюрприз под названием новый законопроект по кодексу. А Прайм как вещал, так и вещает в эфире. И как покрывал села, так и покрывает села. Поэтому Прайм является самым... Еще через мультиплекс покрывает наиболее, скажем так, богатую часть населения с цифровыми телевизорами. То есть вообще, вот когда мы говорим о перекосе в зоне телевещания, вот он перекос, вот он в чем конкретно выражается. Существует и интернет, существуют другие способы. В селах разве он есть? В селах разве покрывают интернетом? Когда мы говорим об электорате, об основной части, о пенсионерах, о крестьянском населении. У нас достаточно много слов, где нет водопровода и канализации. Даже если у них есть интернет, они не пользуются им. Даже если им проводят цифровое телевидение, они смотрят первые каналы, первые кнопки. Тут можно много что сказать, но поверьте, что перекос есть и он увеличивается. А с принятием нового кодекса и с новым порядком формирования пакетов, если действительно повыбрасывают из кабельных пакетов оппозиционные каналы, сомкнется полностью вот это провластное поле. Если это произойдет, то, конечно, будет повод этому сопротивляться. Это не позволить. Уже будет немножко поздновато. Совершенно верно. Все будет легально. Собственно, президент же сейчас сопротивляется, и что мы видим? Я думаю, что еще один момент, на который стоит обратить внимание в новом кодексе. На мой взгляд, происходит вытеснение русского языка из телевизионного пространства Молдовы. И не только русского языка, но и вообще национальных языков, языков национальности, которые проживают на территории нашей страны. Вот этот момент, мне кажется, особенно тоже противоречит как-то европейскому духу этого кодекса, о котором вы говорите, господин Чурик. Я не знаю, насколько это противоречит европейскому духу сейчас, когда существует определенное противоречие между Европой и Россией. И опять, защита русского языка в эфире, на телевидении во многом проблема тех меньшинств, которые нуждаются в этом языке. И они должны продвигать эту идею и озвучивать эту идею. Вы хотите сказать, что это их проблемы, да? В какой-то мере да, потому что для меня, лично для меня, это не является столь существенной проблемой, чтобы я занимался этим вопросом. Насколько я понимаю, существует определенная категория людей, которые считают себя ущемленными в этом вопросе, и они должны организоваться и продвигать эту идею в каком-то политическом ракурсе. То есть, наверное, должно через какую-то политическую партию, в парламенте и продвигать эту идею для того, чтобы в конце концов защитить свои права. А если посмотреть на этот момент с точки зрения юриста, господин Казахстан? Мы много говорили о том, что есть маленькие европейские страны, в которых некоторые не боятся иметь по 2-3-4 гос. языка. Со всеми положенными правами нацменьшинства. Более того, когда в стране 2-3-4 гос. языка, трудно понять уже, кто нацменьшинствует. Проблема нацменьшинства исчезает сама по себе. Это первое. Второе. Сейчас то, что мы имеем, мы имеем полное закрытие русскоязычной журналистики, например. Если 80% вещания на румынском языке, мы теряем весь русскоязычный сегмент журналистики, который делает качественные передачи, который поднимает злободневные вопросы, который тоже вызывает общественный интерес. Мы, во-первых, убиваем все вот этот русскоязычный сегмент журналистики, во-вторых, лишаем права на получение общественно значимой информации сегмент национальных меньшинств, которые, в принципе, будь то болгары, цыганы или украинцы, тоже пользуются русским языком. И их права тоже нарушаются. И я не знаю, почему они должны сами соорганизоваться. В том-то и дело, что на данный момент, если парламент принимает закон, то любой протест против этого закона становится каким? Антизаконным. Вот как было со смешанной системой, как было с многими другими вопросами. Когда закон принят, он не обсуждается. Нет, ну логики здесь все-таки мало, потому что никто другой не будет защищать эти интересы. Большинство считает, что именно этот курс, он правильный и настаивает на этой точке зрения. Мы не знаем, как считают большинство. У нас не было референдумов. У нас постоянно разные данные соцопросов, которые по-разному проводятся. Но мы видим, какое мнение сейчас у правящего большинства. И нельзя все оправдывать национальными интересами. А я еще больше скажу, а где мы вообще увидели национальный интерес в большом геополитическом противостоянии? Кроме нейтралитета, я не вижу нашего национального интереса. Но я не буду в это далеко входить, потому что это не совсем тема нашей дискуссии. Я бы хотел просто еще остановиться на таком аспекте принятия этого кодекса. Господин Чуря, мне кажется, что та спешка, с которой он принимался, это было сделано для того, чтобы создать инструмент для определенного влияния на соперников по предвыборной борьбе. Вот в этом плане, мне кажется, вот этот принятый кодекс, он очень хорошим инструментом является. Как вы считаете? Мне кажется, это еще один элемент в этой политической борьбе между президентом и парламентским большинством. Конечно, каждая из сторон пытается доказать, что они сильнее. И говорим именно об избирательной кампании, которая нас ждет. Ну, естественно, это попадает в избирательную кампанию, это будет сейчас обсуждаться, и каждая сторона хочет получить определенные политические дивиденды в данной электроторальной битве. Но, естественно, власть не может себе позволить в данном случае проиграть эту битву, потому что это означает потерять реноме. И поэтому будут, естественно, настаивать на этом законодательстве, исходя из соображения национального интереса, из экономической целесообразности, ну и, конечно, электоральный контекст тоже не может быть сброщен со счетов. То есть вы согласны, в принципе, что принятие данного кодекса дает определенные преимущества правящему большинству в избирательной кампании? Нет, я не согласен. Я считаю, что в данном случае эта ситуация возникла сама собой, потому что парламентское большинство настаивает на своей правоте, президент пытается изменить ситуацию, и все это происходит во время избирательной кампании. Конечно же, в данном случае власть не может уступить президенту, потому что существует и электоральный контекст, поэтому она будет настаивать. Но закон должен был принять, он был подготовлен давно, и, естественно, парламентское большинство хочет принять этот закон до выборов. Был бы подготовлен давно, а в чем вообще его смысл, в чем его главная цель, на ваш взгляд? Я вижу три основные цели данного закона. Первое – это экономическое, то есть в первую очередь подстегнуть местных производителей телеконтента и усилить местную продукцию. Второе – это все-таки противодействовать пропаганде и манипуляциям, внешней пропаганде и манипуляциям в первую очередь. Ну и третье – это, конечно же, существует и политический элемент, существует борьба телевидений в нашем пространстве, и собственники этих телевидений и других средств вещания хотят усилить свои собственные позиции, потому что, естественно, более богатые в данном случае, им легче одержать победу над более бедными. Господин Безобразов, вы согласны с теми целями, которые озвучил господин Чурин? Нет, ни одна не получится. По развитию местного контента проблема в том, что вложенные деньги должны вернуться рекламой. Если мы хотим делать, во-первых, качественные, не просто местные передачи, они стимулируют производство, во-первых, ради галочки. Это очень большая проблема. Некачественный, дешевый продукт, лишь бы соответствовать закону. Но для этого нам нужно, если мы хотим делать качественный продукт, чтобы определенная доля нам вернулась в виде рекламных вложений. Это зависит от правильности и справедливости распределения рекламного рынка, рынка телерекламы, по которому у меня тоже очень большие вопросы, но мы сейчас не будем эту тему трогать, потому что мы просто физически не успеем, потому что доля рекламы зависит от замера аудитории. Замер аудитории тоже производится, мы знаем, в чью пользу, и в конечном счете, даже если мы сейчас выложимся и сделаем очень много качественного продукта, мы не получим обратно, из-за того, что нас якобы никто не смотрит, согласно замерам аудитории, мы не получим обратно ту рекламу и просто потратим свои деньги. Тут нет экономической целесообразности, тут есть экономическая нецелесообразность. Про защиту национальных интересов мы говорили, но эта защита была максимально оформлена в январе 2018, когда ввели закон о борьбе с пропагандой, так называемой, и ничего нового, новый кодекс не повторил. А делать сейчас введение в силу с 1 января, то есть не просто перед выборами, а с началом предвыборной кампании, это, по-моему, уже и нелогично, и несправедливо, потому что новые правила игры, они не будут освоены телеканалами, которые рискуют получить санкции от КСТР. И те нововведения по языку, по часовым ограничениям, они отсекут от предвыборной кампании оппозиции, если, еще раз говорю, если не пойдут они на просто переработку пакетов с 1 января, когда продлеваются договора на ретрансляцию телеканалов, если они не введут, не вводят это все ради того, чтобы с 1 января кабельные операторы начали выбрасывать оппозиционные каналы в разгар предвыборной кампании, уже вот это ставит под угрозу весь смысл такого спешного введения нового кодекса. Уже это плохо. То есть вы хотите сказать, что вот вы сейчас озвучили свое видение того, для чего был принят этот кодекс. Боюсь, да. Боюсь, для этого. Знаете, лист прячется в дереве. И возможно вполне вот сейчас перед выборами вот эта цель главная. То есть вы считаете, что начиная с 2019 года, если после принятия закона, с 1 января сразу же начнут выбрасывать из кабельных телевидений оппозиционные каналы. Я этого не хочу, но я очень допускаю. Я очень сильно сомневаюсь, что так будет происходить. Давайте вот каждый из вас обрисует перспективы, как он видит, что произойдет с нашим телевидением после того, как этот кодекс будет подписан. Я считаю, что будет телевидение будут обязаны производить больше собственных передач. Это может быть, как было уже сказано, может повлиять на зрелищность самих передач, на их качество. Не обязательно наши журналисты подготовлены прямо сейчас делать такие передачи, но это их заставит со временем повысить качество своих передач. И поэтому мне кажется, что среднесрочный и долгосрочный перспективе такое нововведение приведет определенные положительные изменения. В краткосрочный, возможно, наше качество наших передач может и упасть. С этим можно, в принципе, согласиться, но я думаю, что мы, скорее всего, все-таки в конце концов выиграем от этих изменений. Да, мне кажется, я уже сказал, что мне кажется, что усилятся телевидения, у которых собственники являются самодостаточными и они, у них достаточно средств для развития собственных телевидений. Кстати, это одна тоже была цель, которая заложена. Это весьма сомнительно. Мелкие телевидения, скорее всего, маленьких масштабов, они не выдержат этой конкуренции и, скорее всего, сойдут с СССР. Часть уже сошла. Увы, господин Безобразов, коротко, потому что мы уже побежимся к концу передачи. Я понял. Мы сужаем поле выбора и делим зрительскую аудиторию на две неравные части. Более богатая, с большими возможностями уйдет в интернет, это однозначно, и это вообще мировая тенденция на сегодняшний день. Та часть, которая не может себе позволить интернет, не умеет им пользоваться, у нее останется буквально два-три канала, и что это как не монополия, и что это как не урон плюрализму масс-медиа, который в этом же кодексе провозглашается к наивысшей ценности. К сожалению, и у вас были отрицательные моменты, а ваша картина нарисована абсолютно безрадостно. Я подведу итоги программы. По голосованию телезрителей 393 человека поддержали мнение господина Безобразова, и 20 человек поддержали господина Чурева. Большое спасибо вам за участие в нашей программе. Это была программа «Дело принципа». Хорошего дня вам. Хорошего вечера вам, простите. Всего хорошего.